здравствуйте меня зовут александр город харькова вы откуда ксения кузнец кемеровская область россия я понял о чем интересном хотите поговорить как вам там живется конечно же российский я же я же говорю что я поддерживаю россию я сейчас нахожусь в городе харьков но я сразу говорю что мне очень тяжело вот но я не знаю жить среди соседей своих друзей некоторых бывших друзей знакомых людей жителей города харькова и кто остался это уехал из харькова потому что они просто ну я не знаю это просто какое-то зомбирование страшное вы не попали слава богу под это зомбирование вы понимаете тут я с ужасом наблюдаю что я тоже ну как бы человек вот представьте себе ну как бы вот я с ужасом понимаю что мне тяжело очень очень тяжело и я где-то уже даже начинаю поддаваться а вы в какую большую сторону поддаетесь нет ну у меня совершенно понятная позиция то есть я за россию ну это адекватно человек моя ну вот то что но я сейчас не спорю не спорю открыто не спорю активно но я вот стою в очереди там на остановке но общаюсь с людьми это кошмар они все рассказывают какие сволочи российские военные в александр да а меня зовут александр да а правда у вас соль подорожала очень сильно в цене до подорожала она сколько на наши деньги 208 я не знаю но очень сильно подорожала я просто не могу сейчас сказать конкретно по цене но это же у нас опять же такие они же вот наши жители города харьков они винят в этом россию путин ну смотрите что говорит им телевизор ну или сми там телеграм-каналы смотрите что говорят вот ну грубо говоря пропагандисты они говорят они говорят следующее они говорят что смотрите до спецоперации харьков жил хорошо нормально потому что не не касалось после да а после начала спецоперации тут у нас такое началось и вот и то что продукты в первые дни магазины вообще были закрыты очереди за самыми необходимыми за солью за спичками за мылом за консервами за хлебом за сухарями все сметали дешевое но то что можно купить такого длительного хранения и у нас в харьков пачки соли там на каждой пачке написано артем соль ну то есть это город артемовск и нам завод и шахты по добыче соли и вот как только начались боевые действия там же вот это предприятие прекратила свою работу но это же не за россия а из-за всех действий которые происходят вокруг ну так они же говорят следующее что смотрите пока что россия начала спецоперацию и вот как только спецоперация началась вот эта хрень и происходит так эта хрень она и должна была произойти но они же не понимают что значит должна была произойти ну как что разрушение хакова то есть жили бы спокойно другие бы не тужили так называется но они же как они начинают меня что это же россия напала что не харьков напал на белгород так я им пытаюсь сказать об этом а у нас блин и дома разрушенные и по улицам не планируете уехать из харькова например чтобы обезопасить себя своих близких ну я в детей вывез а сам остался ну во первых я очень люблю свой город во вторых первые дни я просто ждал что когда нас освободят ну то есть в основном люди ждут что освобождение но нет 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 это я жду освобождение но уже не один там такой ну я же не знаю но все мои знакомые друзья говорят что то сказать они не хотят чтобы освобождала россия они же говорят что смотрите россия нас освобождает домов но мы же думали что это раз и все ну что это несколько дней и все будет в порядке а это же многомесячные бомбардировки и почему вы к семье своей не едете я хочу остаться в городе харьков мне очень нравится этот город даже после того как многое погорело не это понятно да что это родной дом родные земли и потом я хочу во первых увидеть как это будет освобождение харькова как придут российские военные я хочу быть свидетелем этому не просто знаете где-то там сидеть и ну как бы да то есть это моя мечта что я выхожу на улицу и встречаю и русские танки бронетранспортеры военные замечательные а мои дети смотрите мои дети моя семья они как с ума сошли они взяли и уехали в тернопольскую область потому что они уезжали и грады летели со стороны белгорода со стороны поселка циркуны там где были российские войска и они естественно убежали куда в тернопольскую область они сейчас мои дети старшие школьники говорят что я не хочу разговаривать на русском языке это такое самое страшное это самое страшное когда дети ненавидят отца за то что так сказать вот русские россияне бомбили их им было страшно когда грады взрывались и бомбили что что это же не правда что русские бомбили а кто ну русские к вам бомбили русские россияне я живу с северной стороны города харькова северная окраина города харьков там окружная дорога подошли к окружной российские войска и нас стали обстреливать градами вот оттуда через окружную ну люди как бы ну не не сложно но кто ну там марсиане что ли кто там был а зачем они а я не знаю я не могу ничего противопоставить этому и у меня дети стали ненавидеть российских военных путина россиян вообще русский язык что их пришли освободили вот дома вот им пришлось бежать младший был очень перепутали но очень тяжело он внешне это демонстрировал свой испуг какой-то вот он спрашивал папа что это война началась как это это страшно ему было он как бы ну очень как-то беспокоился и нервничал младший сын и вот семья взяла и уехала они меня не послушали они взяли и уехали в тернопольскую область ну к знакомым более того произошла вообще ужасная вещь вот для нас для харьковчан а уже все да я хотел рассказать о том что когда российские войска отошли вот от окружной дороги то вот эти страшные обстрелы градами северных окраин города харьков прекратились то есть градами уже перестали обстреливать и северную салтовку и большую и малую даниловку и северную часть алексеевки поселок жуковского как только российские войска отошли и уже не смогли больше обстреливать градами вот так вот северные окраины города харьков вот о чем я хотел рассказать но они раньше сдались раньше переключились вот это и все дякую вам друзи дай вам боже счастье здоровье нехай мои діти вивчают украинскую дякую а Продолжение следует...